Как вы пришли к селекции, чем вы занимаетесь? Хорошо. Меня зовут Ирина. В Растегаево, город Орел. Мы, скажем так, с Олей Кособоковой практически соседи, можно так сказать. В селекции я начала заниматься не так давно, буквально, наверное, второй год. Но если считать с первого момента опыления и по сей день, где-то примерно два года прошло. Пришла к селекции, ну, наверное, только лишь потому, что хотелось что-то попробовать самой и что-то сделать интересное. Я человек творческий, флорист. И в голове, когда делаешь буфеты, составляешь композиции, цветовые граммы, ты видишь, ты понимаешь, чего тебе хочется видеть в той или иной сфере. Поэтому, наверное, и это тоже подтолкнуло именно к селекции. Ну, в принципе, попробовала я свои силы на многих опылениях. В холодильнике много, что лежит, хранится. Вот, но пока что вот здесь представлены мои сеянцы. Ну, они все под названием, но пока что они все сеянцы. Только лишь потому, что еще не до конца прошли проверку. Я думаю, что к весне я все закончу и уже можно будет их реализовывать. Значит так, что хочу рассказать в первую очередь. Ну, глазастики фантазийные. Самая популярная сейчас тема, мне кажется, вообще. Вот у этих глазастиков, как ни странно, но мама это была Ле Эстерханзи. Цветы получили все абсолютно разные. Розетки тоже абсолютно разные. То есть они кто-то простой, кто-то махровый. Размеры розетки тоже совершенно разные. И вот этот сеянец, так скажем, я его назвала Астронова. Простые крупные звезды с белой четкой каймой. Цвет глазка, передать его невозможно. Он пудрово, наверное, даже не пудрово, лиловый с серым напылением. С таким сложным очень оттеноком, тяжело. И камерой передать его тяжело. И яркие крупные коралловые горохи на нем, которые тоже расплываются с возрастом цветка. Розетка очень маленькая для стандарта. Он даже не малый стандарт. Я бы, наверное, его отнесла к полу-мини. Но розетка где-то примерно сантиметров 15. Это взрослая розетка, которая в несколько рядов листья имеет. Единственный его минус, который меня, в принципе, останавливает, он Ападашка. Это единственное. Но Ападашка, знаете как? Он набирает полную шапку, он держит ее хорошо. И только когда раскроется последний цветок, он начинает, как бы, внутри вот этого цветоноса, он отстреливает их. То есть, ну, как у роз это называется, самоочищение. Можно сказать и так. Так, второй сеянец гиперпространство. Тоже такая же маленькая розетка, но она темная и с розовой пастролистности томилова. Цветы махровые, звезды. Он, глазок у него, наверное, все-таки больше черничного цвета с коралловым горохом. Но цветение обильное, но количество цветов на цветоносе не очень большое. Но смотрится с, скажем так, достаточно органично вместе с розеткой. То есть, при маленьком размере розетки, количество цветов прям вот буквально тютелька в тютельку, как говорится. Ну, такие. Так, наверное, кому-то туда кто-то может быть. Да, да, нам надо. Так, второй сеянец, тоже под названием «Огненный шторм» называется. Из этого же посева. В чем его особенность, по крайней мере, для него, для меня? Чернильно-сливовый глазок, температура зависимый, но глазок, у него такое впечатление, как будто прорисовывается неравномерно. То есть, он окрашивается то ли сегментами, я, честно говоря, еще вообще не до конца пойму, как он вообще себя ведет. Но, то есть, у него лепесток, получается, окрашивается часть сегмента одного цвета, часть сегмента второго. При этом, когда темного пигмента больше на лепестке, у него проявляется пурпурная кайма еще, напыление какое-то. Потому что они в этом посеве, именно, несколько сеянцев таких удачных было, вот я считаю лично, вот у каждого из них практически проявляется вот это пурпурное напыление. Горохи, они даже не коралловые, они, наверное, больше оранжевого цвета, потому что, когда он раскрывается, он коралловый горошек на нем, а потом он становится оранжево-терракотовый, наверное, такой оттенок больше преобладает. Ну, такой махровый, хорошо цветет, часто цветун. Кстати, вот из этого посева прям цветуны-цветуны такие, что постоянно, беспроблемно цветут. Так, вот такой еще сенец из этого же посева, галактический шторм. У него более лилово-вбинный, наверное, глазок, он из сиреневый, ну, там, это надо просто видеть вживую. Я, честно говоря, прошла специально по стеллажам, долго смотрела, ориентировалась по цвету, ничего схожего я вообще не нашла по оттенку. Также кайма напыления присутствует, вот здесь на фотографии она видна, такая вот она как пурпур, лиловый, не знаю. Тоже хорошо цветет, шапка, и цветоносов много, цветы не отстреливает. Вот из этого посева только вот у астронова был брачок, скажем так. Рядом это сенец тоже мой, но тоже под названием. Марья Марьевна, это, ну, если русские сказки, может быть, помнит кто-то, это девушка-воин, вот, она здесь есть, но, к сожалению, вот, хорошие цветоносы, их всегда очень много, вот, ну, я не знаю, сколько здесь цветочков, не считала. Цветок вообще на самом деле крупней намного, но это последние цветы, которые я мудрилась сохранить, скажем так. То есть они, ну, цветут, но мне пришлось снять быстро все цветоносы, чтобы это хотя бы успело распуститься ко времени. Цветок крупный, ну, я мерила максимально до 7 сантиметров. Так, скажем, не копировилась я. Вот. Хорошее напыление, очень обильно цветет шапка постоянная. Цветет вообще без проблем и даже не надо каких-то усилий прилагать. У ваших сортов префикс есть? Да, приставка RIF. Галактический мираж, а как? RIF. Риф. Да. Латинскими буквами RIF. Это аббревиатура моих инициалов. Прекрасно. Да. Еще один фантазийник. Чем мне он понравился? Это ночные снайперы. Вот это. Чем он меня покорил? Ну, наверное, своим оттенком и своим размером. Вот это цветку, наверное, ну, сутки, может быть, двое. То есть он очень медленно распускается. Потом он становится вот такой лохматый, как шмель. Прям очень какой-то крученый весь. Цветок до 7-8 сантиметров. Это последний цветонос, второй. То есть он цветет не по одному цветоносу, а, как правило, по два из одного пазуха выдает. Вот. И что интересная особенность? Ну, это, знаете, наверное, больше даже не особенность, а причина следствия температуры моей. У меня очень жарко в доме, поэтому не всегда получается. Он высветляется до светло-сиреневого цвета, и внутри появляется желтая звезда. То есть, ну, вот сейчас это показать невозможно, потому что, когда вот он становится старый, скажем так, да, вот он получается какой-то такой интересный. То есть метаморфозы у него очень-очень... Единственное мне, что не нравится у него, ну, это вот, как бы я рассказываю с точки зрения, как начинающий, да, селекционер. Слабовато, наверное, вот эти цветоножки, но цветок очень крупный и очень тяжелый, поэтому можно, наверное, как-нибудь так закрыть глаза. Не знаю. Посмотрим. Пока... Может быть, следствие жары, может быть, следствие моих пока что еще косяков выращивания. Не знаю. Не могу сказать, но вот как-то так. Так. Еще один сеянец иллюзия обмана. Это из того же посева, где мама была, айстерхайзи. Что у него интересное есть? Хорошая пастролистная розетка, звезда, белая, глазастик. Но что в этом глазастике цепляет лично меня? У него основной тон глазка малиново-фуксейный, а сверху как будто химерная синяя полоса. То есть на фотографии, в принципе, если присмотреться, вот она видна, но она передается. Пока процентность не скажу, потому что не могу знать. Вот. Ну, такой вот интересный. Пока смотрю, пока учусь, честно. Могу сказать, что никаких... Просто делаю выводы и наблюдаю. Так. Да, это пастролистная. Так, еще один. Сейниц. Вне времени и пространства назвала. Ну, вообще, у меня, честно говоря, с ним ассоциации были какие-то космические. Почему-то Звездные войны сразу вспомнились. Но название, по-моему, уже такое есть. Ну, я смотрела. Интересно мне в том, что вот эти зеленые ушки, которые вверху с черненым краем, они не зависят от температуры. То есть при температуре 30 они держатся, и при температуре 21 они тоже будут. Но они будут более густые и более такие насыщенные, наверное. Что еще? Я смотрела и, по-моему, тоже есть. Я потому что, знаете, как... Не встречал. Знаете, как бы... А, вот, да. Может быть, даже будет так лучше слушать. Спасибо. Я, когда мне приходят какие-то названия в голову, я записываю себя в блокноте, а потом, когда получается какой-то сорт, я его стараюсь подобрать к нему ассоциативный ряд, скажем так, и пытаюсь подобрать правильно. Ну, вот так. Так, еще два моих сеянца, тоже с названием. Вот этот. Это снежные фьорды. А вот этот называется Века Делин. Очень крупные цветы. Розетка выставочная, ровная. Вот прям тарелка-тарелка. Совсем идеальная. Ну, к сожалению, тоже не пестролистник. Цветок до 8 сантиметров. И у одного, и у второго. Это брат-сестра, можно так сказать. Да. Вот. А вот у этого очень красивая, прерывистая, карандашная, малиновая кайма. Легкая-легкая, такая розовая фэнтези и фуксийный глазок. Ну, как бы шапка всегда цветет обильно. Цветонос плотный. Цветов на цветоносе очень много. Соответственно, это точно так же себя ведет абсолютно. Это не спорт один от другого, просто извещение. Абсолютно два разных сеянца было. Вот. Ну, тоже очень красивый. Сиреневый каймой, тоже прерывистый. Пахровый. Также цветет шапкой. Вот этот сеянец долго над ним думала. Очень долго думала. Назвала я его «Остановись мгновеньем». Потому что, когда его видишь вживую, его просто хочется вот рассматривать, наверное, вечно. Я не знаю. Но я, у меня бывает, наверное, такое время, когда свободное есть. Я захожу в комнату, и куда падает взгляд, это прям сразу на него. Потому что количество всяких изюминок, наверное, можно так назвать, там просто колоссальное. То есть у него, начиная от разного цвета двойной венозности, розовая и синяя, какая-то вот она переходами. То есть она как радуга, не радуга. Я даже вот описать не могу это. Зеленая рюша, темный кант, и плюс к этому еще и есть горухи. Там вот на фотографии это тяжело передать. Он, к сожалению, не успел зацвистеть, даже ни одного цветочка не раскрылось. Очень красивая пестролистность у него. А горухи есть, да? Ну, вот они есть, но они как-то вот плохо видны. Но они есть. Вот как-то вот они вот... На кончиках. На кончиках. Они не на кончиках, они по всему полю раскиданы, но их немного. То есть основной как-то... Плюс кайма, ко всему прочему, она тоже как переливами, что ли, от лилого розового до темно-чернильного, такими вот переходами какими-то. Розочка, цветет шапкой, цветонос где-то до 12 я насчитала цветочков. Распускается страшненький зеленый цветок, вот прям от слова совсем страшный. А потом наливается, вот как бабочка с крыльями, знаете, аналогию если провести, то из страшной гусеницы получается такая красота. Пестролизность, правда, не знаю какая, вот может быть подскажут. То есть у него она настолько как-то разбросана мелкими-мелками, но как бы сказать, что она мозаичник, нет, она не мозаичник. Кстати, папа... Откаймляюще давно. Да, кстати, папа у него Макабео, ДН Макабео. Макабео? Да. То есть вот, папа ела чем не помню, честно. Потому что у меня когда есть время, я так подорвусь, да, и что-нибудь нахимичу, случайно. Случайности не случайно. Да, можно сказать и так. Так, давайте вот так. Есть технология, да? Да, давайте так. Так, вот этот сенец беленький. Чем мне он понравился, назвала я его ветреница. Ну, по мне, вот он очень напоминает ветреницу, которая в лесу цветет, первоцветный. Да, да. Да, желтый глазок. То есть вот этот цветочек, он уже такой, ну, не полностью, не сказать, что он полностью раскрытый. Я не знаю, честно, не считала по времени, сколько он цветет, но достаточно такой. Желудный пигмент будет проявляться больше. В холоде последние вот эти вот крайние лепесточки, зелененькие, они станут более зеленые. То есть вот как на фото. Это в более прохладных условиях вот это в жаре уже цветет. То есть сейчас жарко. Ну, количество бутонов, думаю, показывает. Которые бутонички. Да, то есть если у меня, к слову, я выращиваю в восьмерке. И в восьмерке все-таки цветок меньше размером, чем в девятке или в десятке, кто выращивает. Да, поэтому я думаю, что если вот в качестве выставочного, я думаю, что цветы будут намного больше. Шапка очень хорошая. То есть он выпускает из пазлов обычно два цветоноса. Ну, второй, как правило, какой-то маленький недоразовый бывает. Ну, вот, пожалуйста. Ну, и цветун. То есть я его оборвала буквально недели три назад. Тут же он мне выдал цветонос и опять шапище. То есть даже проблемой не было, что рвать, скажем так. Вот этот сеянец. Очень интересный. Мне он очень понравился сразу, как только он расцвел. Назвала я его Иван-чай. Не знаю. Вот вообще на фото совсем. Вообще, я просто, вот, кто мне девочке писал в ВКонтакте, то есть у него, вот, это все стадии распуска. Начиная от чернины, вот, Марин, как вы говорили, он переходит буквально. Вот это не химерность, это, естественно, он просто растекается. Цвет как будто съедает вот эта белая кайма. Она наливается цветоносов. Ну, вот, это вся высота цветоноса, короткий, розетка ровная. Шапка очень хорошая, собирается, вот, прям, от слова совсем. Выгорает в жаре вот этих фиолетовых сегментов и фиолетового оттенка. Их совсем мало, он больше коралловый. А в прохладе вот он, как, так, это я его на нижнюю колку поставила. Интересно было посмотреть, что получится. У него второй вариант бывает цветения, вот, у проверочных есть, прям, полосатыми сегментами, крупными такими, тоже очень красиво. Ну, не знаю, на мой вкус, мне нравится. Держите. Еще один сейнец. Тоже пока под кодовым названием «Дверь в лето». Почему «Дверь в лето»? Ну, знаете, как переход от весны к лету, всегда вот эта вот зеленая трава, сочная. Вот у этого сейнеца такая же красивая, сочная, яркая, салатовая кайма. Практически не растягивается. Совсем у старых цветов, когда вот они уже желтые начинают, эта кайма пропадает. Но у него появляется к глазку вот этому желтому, он как бы весь становится цветом сливочного глаза. прям, прям, теплый, какой-то желтовато-сливочный. Ну, так как я говорю, человек творческий, мне тяжело одним словом описать цвет. Поэтому я тут куча метаморфоз. Вот, к сожалению, не смогла его привести. Очень красивая розетка. Это, кстати, брат «Остановись и мгновение». Вот из одного пассива совершенно разные, то есть даже… Или сестра. Или сестра, да. Ну, тут, знаете, генетика делала такое, как попадет, как… Да. Да. Так, вот от этого я привезла цветоносы. Цветонос один-единственный, который успел вчера открыться. Я долго, я танцы с бубнами проводила, чтобы он хотя бы хоть что-то на нем раскрылось. Это сутки цветку. Цветение вообще как бы… Он только отцвел, а опять набрал шапку прям мгновенно, буквально. Так, фиксируем, чтобы они сфотографировали к ней. Вот так. Ну, я просто прощение говорю. Я первый раз, поэтому… Да ничего, ничего. Меня надо поправлять. Я ничего не знаю. Вот. Цвет у него больше похож все-таки на то, что на фотографии. Чем интересен? И его особенность… Вот если присмотреться, я не знаю, ну, я сейчас по рукам, скажем так, пропущу. Посмотрите, у него очень интересная бахрома. Такой бахромы, честно, я ни у кого, ни у одного сорта не видела. Вот она даже на фотке видела, видно игольчик. Она, да, очень похожа на бахромчатый тюльпан. Вот. Либо напоминает мне… Ну, вот когда я искала к нему название, мне… Перья. Вот ассоциация перьев. Либо вот так, да, либо еще перья. Знаете, когда вот голубь за голубкой ухаживается, он крылья поднимает. Вот у этого сеянца вот эти хвостики, самые кончики, вот оно видно вот здесь вот. Они как бы выворачиваются и получаются как веер. Есть такой же, второй, но в розовом цвете, желтым. Вот он сейчас распускается, но в ближайшее время, я надеюсь, я его сфоткаю, выложу, покажу, как он будет выглядеть. Хорошая шапка, ну, цветок у него не очень крупный, вот даже, в принципе, по бутону видно, но вырастет он еще, наверное, может быть, сантиметров до пяти. Все, больше это его максимальный размер. Цветок жесткий, он даже как хрустящий, что ли, такой, знаете, ломкий достаточно, но очень интересный. Мне прямо это нравится. Вот по американским правилам, крупный цветок считается диаметром более пяти сантиметров. Считается крупным. Вы знаете, как бы здесь, наверное, больше по приоритетам. Да, у нас тогда все крупное. Мы русская душа, мы любим все большое. А когда есть описание сорта для регистрации ВАПСа, вот, то там нужно поменять, какой цветок. Если пишешь крупный, там, диаметр более пяти сантиметров. Ну, поэтому я когда пишу тоже вот описание, сейчас я описание не говорю, потому что, ну, это время мне очень много займет. Вот, поэтому я стараюсь вот максимально просто о растениях рассказать. И стараюсь, когда описание пишу у себя на страничке, я стараюсь, естественно, указать размер обязательно, чтобы люди понимали. У американцев есть те, которые формальные правила описания, да, крупные, более пяти сантиметров. Так, это крылья феникса, я еще раз повторю, говорила, не говорила, не помню. Крылья феникса. Крылья феникса. Так, и еще два, ну, скажем так, простенькие, может быть, но что мне в них понравилось? Два сеяньца, синенький это глиав, а розовенький это тысяча розовых лепестков. Очень красивый розовый барбешный цвет, вот, у тысяча лепестков розовых, да. Красивая форма цветка, густая шапка, не переставая фактически цветет. Вот если сравнить по сортам, ну, по крайней мере, то, что в моей коллекции есть, у меня точно так же себя ведет РМ Алисия. То есть, эта шапка бесконечная. Вот эти ведут себя точно так же. То есть, бесконечная шапка, очень крупные цветы, и, ну, соцветия тоже примерно вот такого же плана, как и у Марии Марьевны. То есть, их много, их много, шапка хорошая собирается. Глиав, он хамелеонид, распускается чернильно-синий, а в конце цветения появляется лиловая кайма, такая, как полутон. Легкий, крупный, хороший цветок, ровные розетки у одного и второго сеянца. Вот, шапки, шапки как на фотке. То есть, это я не выращивала специально, я не хожу на выставки, поэтому я вот как зацвели, так зацвели, вот честно. Поэтому, вот так вот. Вот, и привезла еще два, три, даже четыре, обсчиталось, сеянца. Ну вот, ни названия, ничего нету. Думаю над ним, потому что, как бы, вот, с девочками в Варле посоветовалась. Сказали бледный. Не бледный? Контрастный, наоборот. Кайма такая. Да, у него красивая кайма, вот эта вот в жаре цветет. В прохладных условиях, если его поставить в более прохладные условия, кант на глазке вот этом, он более яркий получается. И рюша вот эта темненькая, она очень густая и прям набивная, как будто вот, ну, красивый шапок. Цветет шапка изумительной. Розетка ровная, очень красивая. Вот один цветонос, как бы, такое количество цветов, ну, для меня показательно, ну, пожалуйста. Так, еще из этой же серии, ну, вот, подвяли они немножечко. Дала я ему название, этому сеянцу. Крем-де-мюр называется, ну, в переводе с французского это ежевичный ликер. Красивая краева, хорошее цветение и очень крупный цветок. То есть распускается, вот он практически черненький, видно, а потом он, как бы, перетекает, вот, в белую каемку. Ну, немножечко такой цвет у него не бархатный. Я, как бы, для себя, вот, определила, что есть матовый цвет фиалки, да, скажем, оттенок лепестков, либо есть такой полушифон, полупрозрачный. Вот он, наверное, ко второму относится для, вот, по моей классификации. Пускай он будет, конечно, наверное, неправильный какой-то, но мне так проще. Норенький вот тоже раскрылся. Ну, вот. Сенево, да? Да. Он раскрылся первый день. Цветок крупный заворачивается в полусферу, в такую. То есть лепестки вот эти, они, как бы, выкручиваются назад, и при этом еще закручиваются в центр. Полумахровый такой, кайма распокрывается просто лиловой, и кайма становится, фактически, черной. То есть вот он какой-то такой интересный очень. Ну, цветонос кривой, потому что это 7, еще раз говорю. Ну, сорвала просто показать, чтобы мнение услышать, да, может быть, кто-то как-то... Дальше цветочек растет. Да, цветок, я говорю, первый день раскрылся. Вот он вчера первый день открылся. Первый день? Первый раз? Нет, не первый раз. Я его уже видела. Это уже, как бы, растение, которое сидит, растет, но просто не успела... И вот такой полумахровый, да, все время? Ну, он, да, полумахровый, но, вот я говорю, он сферический будет. То есть он закручивается в шарик такой. Дальше у него цветочек как бы формируется в виде шарика. Ну, и вот такой, не знаю, тоже... Красота. Красота? Да. Очень красиво. Он очень красивый. Он очень красивый, да? Ну, это некоторая классика, конечно, но тем не менее... Ну, он интересен, знаете, чем... Да, он интересен, знаете, чем мне понравилось? Когда он цветет в прохладных условиях, у него вот этот глазок, он и сейчас, в принципе, видно, он выгорает, становится сиреневатый. А когда совсем в прохладе, вот это в жарких условиях, на верхней полке он цветет, у него появляется сиреневая звезда внутри. Ну, интересная особенность, но, как бы, вот, опять же, я говорю, под сомнением. Пестролистник. Нет, это интересная, но вот то, что это достаточно крупный цветок, и то, что у него, ну, интересное сочетание там белым там с этим, и вот, действительно, здесь, ну, не сразу замечу, тем не менее, какая-то малиновая в центре, она, в общем, она... Ну, напыление у него там есть, сиреневая, какое-то, львовая. Вот, ну, и количество цветков, ну, великолепно. Шапочка какая-то, шапка хорошая формирует, да. То есть, у меня, в принципе, вот один цветонок. Это один, а я все по одному привезла. Мне больше не с чего поваровать, честно. Нет, нет, он, смотрите, он цепляет, да, была цепляет. Нет, розетка изумительная. У меня, как бы, в приоритетах вот стоит крупный цветок, это мои личные приоритеты, крупный цветок, стойкий цветок, короткие, хорошие цветоносые и ровные розетки. То есть, розетки кракозябры я даже не оставляю, то есть, это сразу уходит в ути. Ну, да, какая розетка красивая. Да, у него красивая. У него единственное, знаете, что, у него листья круглые. Вот от слова, вот они совсем круглые, как вот шарики. И оттуда ножка выходит, вот черешок. На этом, понимаете, ну, глаз останавливается, как бы так вот. Просто, наверное, из-за количества? Нет, нет. Сочетание цвета, белая кайма. Нет, ну, есть такие розовые, там, с белой каймой. Вот, но здесь достаточно большой цветок, это тоже как-то привлекает внимание. Вот, и количество цветов. Приятный, приятный цвет. Ну, вот, ну, трудно выразить, он смотрит. На нем, он цепляет взгляд. Будем дальше тогда думать над ним. Вы вам чай? Да, там очень много намешано всего. Там эти горохи. И горушки. Особенно вот здесь нет. Нету, пока не придумала. Вот, может быть, в общем, коллективный. Очень красивый. Не знаю. Мне больше всего понравилось. Он уже готовый? Не, напоминает, чем-то старый цвет. Он проверяется, но, я говорю, он под вопросом был. То есть я... Кстати, Ирина, все обратили внимание, почему-то на него глаз упал. Ну, видимо, да. Там не было, Ирина? Ну, нет, нет, нет. Честно, могу сказать одну, мама РМ Уральских Самоцветов. А вот кто папа? Ну, может, я там, где там был в Уральских Самоцветах. Нет, нет, я имею в виду, конкретно в моем опылении я не помню, потому что никакой тайны в этом нет. Я просто не... Иногда я говорю, вот я утром могу проснуться, у меня вот... Я пошла... Ну, конечно. Чего-нибудь быстро намудрила, и все. Финуть. Да, да. Это вот будет, наверное, так. Я соглашусь. В общем, Ирина, это сорт на рожденную звание. Вот, ну, хорошо бы было, конечно, розетки привезти, показать, но, к сожалению, вот, мое упущение долго думала. Вот, а так, в принципе, все. Я, наверное, все же хотела показать.